За образ родового поместья каждый ответственен сам, ну всем нет. За образ государства будем считать как президент ответственный со своей командой. А за образ родового поселения и вообще за перспективу, вот скажем так, на 20 лет. То есть я хочу видеть в какой системе поселения будут жить мои дети дальше. То есть этот образ кем должен создаваться и какая вообще концепция по дальнейшему. Потому что тут же нужно, ну я думаю, с остальным зодцем все равно нужно взаимодействовать. Не отделяться чисто от поселения, а вот эти совмещать единство противоположностей очень грамотно. Спасибо. Я думаю, что в создании образа будущего, будущего поселения в том числе, над этим должен работать сегодня каждый. Именно каждый. Вот сейчас, собравшись здесь, мы поддерживаем образ. Образ движения «Звенящие кедры России». Если сюда, если в этом мероприятии, в титульном мероприятии, не принял участие один человек, то в нас заводился вирус. Почему даже от одного человека может зародиться вирус? И, ну вот такая была ситуация, знаете, когда мы, когда думали, что мало тут заберется поселений, вот, как и студент сказал, только 20 поселений и так далее, а вроде люди не все до конца поняли. Правда, в конце концов произошла такая ситуация, что каждый день приносил радость. Мне звонил директор фонда моя Владимировна и говорила, а их еще, а их уже 50. А потом каждый день, а их 80. А их 100. А их 130. И все. А все, а не куда разместить, а где, ну и так далее, и так далее. Это очень важно. Это очень нужно. Это титульное мероприятие. Это разговор с властью. Вот вы говорите, а почему власть не понимает? А потому что не разговариваем. А когда вот так собираемся, мы говорим, вот, мы есть, мы такие, вот наши цели, задачи и так далее. Не в пример тех мероприятий, которые проводятся где-то, которых никто не знает, которые никто не видит. Люди собрались, поплесали, потанцевали и все. Но у меня не получилось обращения. И тогда не получилось такого обращения, чтобы не только мы, а именно каждый человек, каждый, принял участие в этом мероприятии. И я говорю, почему, Анастасия, я что, разрешился разговаривать? Она говорит, да. Ты разве не понял, что, чтобы люди поняли тебя, нужно говорить не совсем тем языком, которым ты говоришь. Не совсем, что ли, привык, а языком образа, образный. Я говорю, ну, как бы ты сказал, ну, об этой вот ситуации, чтобы именно каждый принял участие. И она в одном гнобиле привела пример, притчу об этой ситуации. И она говорит, шла группа людей. И подошли они пропасти. Назад повернуть нельзя, потом перед ними пропасть. И клуб спустился с неба Ангела. И говорит, я спасу вас. Сейчас я превращусь в воздушный шар с кальзином. Вы можете в нее все войти, и я перенесу вас через эту пропасть. Единственное, о чем я вас попрошу, если у меня не хватит сил, то каждый из вас должен зажить свечу. Или вот этот светильник зажигал, чтобы шар продолжил свой полет. Вы знаете, что воздушный шар следит от того, что там горит какое-то пламя, и он продолжает свой полет. Люди вошли. И каждый взял по этой зажигалке. И воздушный шар полетел. Чуть-чуть он не прилетел до конца. Чуть-чуть он не прилетел через пропасть. И стал терять этот сил. И сказал, зажгите, пожалуйста, ту свечу, которую я вам дал. И люди встали и зажгли свои свечи. Но один человек остался сидеть в углу и просто грицами руки от сожженной, от загоревшейся свечи, которую дал ангел. Чтобы шар мог продолжить полет и унести всех людей, не хватало пламени всего одной свечи. В печах стоял. Вот что происходит, когда даже один человек не смог понять, не смог зажечь подаренную ему свечу энергию. Поэтому я приведу эту притчу в интернете. Может быть, не так спивчиво, как сейчас говорю. И в конечном итоге мы найдем эту ошибку образного периода. И поймем, что образ, который нас поднимает и несет, в ответ должны поддерживать все мы. Тем более, что он в руки нам дал. У каждого из нас эти горят. Вот так вот. Спасибо. Спасибо.